Ну, начинаем с видео, которое не может не шокировать, даже если посмотреть лишь небольшой фрагмент. Вот этот. Тихо, тихо. Рот закрой. Ну, вот, снято в Иркутске в роли жертвы профессиональный попрошайка, которого от всей души порет ремнём обманутый благодетель. Ну, собственно, душа, похоже, обмана и не выдержала. Подкинул денег, вроде бы на дорогу он домой, а когда встретил снова, возмутился и перешёл к жёстким воспитательным мерам. Ну, вот, как знать, вдруг что-то подобное ждёт и так называемых попрошаек на Ауди. Да две более чем прилично одетые девушки с более чем приличным автомобилем действуют просто и в то же время эффективно. Заглушить мотор на оживлённой трассе и клянчить деньги на услуги эвакуатора. Ну, а ломается немецкая намарка у них часто. То на Трёшке в районе проспекта Вернадского, то на Новорязанском шоссе, то ещё где-нибудь. У полиции пока не удаётся взять с поличным, но лица-то уже узнаваемые, как бы не нарвались на неприятности и, опять же, на радикальное перевоспитание, чреватое синяками и шрамами. Ну, а с другой стороны, не может ли и оно быть чревато статьёй УК? Узнаем у Антона Подковенко. Антон, приветствую. Приветствую. В Иркутске вот этого человека с ремнём ищут? Ну, ещё бы, ищут и свидетелей, и участников порки, и юристы уже ломают копья. Вот кадры, где тот самый мужчина, которого отхлестали ремнём на берегу Ангары, в берете и военной форме, просит денег на обочине. Это ещё до порки, разумеется. У него и документы спрашивали, из какой он части, и о службе просили рассказать. Мнимый военный даже имени своего не назвал. Друзья написали, что видели его ранее, что он стоит на разных точках, и всё время разные истории. То его клофелином кто-то отравил, девушка какая-то, то ему до Симферополя не хватает. Ну, то есть уже я заподозрил, что-то не то. Вот. Но когда увидел лично, то есть мы ехали с другом по делам, я попросил остановиться, товарищи, и заснять всё на камеру. А вы куда едете? А? Ну, потому что мне друзья про вас рассказывали. Ну, убери камеру. Почему? Потому что. Я же вас спрашиваю. Ты не знаешь, что ты меня незаконно снимаешь. Я вас спрашиваю. Вы куда едете? На какой билет ты надо? Бери в уши. А ещё есть аудиозапись, на которой некто рассказывает всю предысторию в лицах. Прикинь, неделю назад еду по Иркутску. Стоит типок в берете, в камуфляже. Я говорю, садись. Сел, я говорю, рассказывай. Да вот к девушке приехал, топоила меня, клофелином накачала. Сколько надо делик считал? Да, считал, 30 тысяч надо. Дальше, короче, я еду с ним в банк, даю ему 40 тысяч. Ну, и в группу пацанам закидываю, говорю. Вот помог человеку, так и так. Но вдруг, если это аферист, если где-то в городе увидите, берите его в плен, вызванивайте меня. И лжевоенного действительно нашли. Разыгралась та самая сцена с поркой. Раздел его до гола, выпорол его. Своим ремнём, будь верен до смерти, у него такие отпечатки на спине, буквы видно, читать можно. Видишь, что написано? Казачий ремень. Реально, как бы, вещь такая. А у тебя на гайке нет? Полиция сейчас ищет свидетелей. В правоохранительные органы не обращался ни тот, кого били, ни тот, кто бил. Уличные мошенники в зоне ответственности полиции. Это понятно. Как и то, что за всем не уследить невозможно. Ну а раздевать и бить человека ремнём на улице явный перебор. Пишите заявление, пусть также правоохранительные органы, полиция разбирается, привлекает его по соответствующей статье, и он несёт наказание за своё действие. Но это не даёт права его вылавливать, избивать. В действиях вот этого человека, избивавшего, однозначно присутствует состав преступления, в зависимости от того, какой вред здоровью был причинён. Насчёт иркутского лжевоенного всё непросто. Главная юридическая тонкость в том, что мошенник он или попрошайка. 159-я статья Уголовного кодекса, мошенничество, а его действия на первый взгляд попадают под данную статью, и её классифицировать и применить в практике достаточно сложно. С другой же стороны, попрошайничество, оно нигде не закреплено. В данный случай он не единичный в нашей стране, и тут надо уже обратить законодателей на то, чтобы они изменили статьи в административном кодексе. А в данном случае уже вносили изменения в Уголовный кодекс. Участникам публичной порки объяснений с полицией, судя по всему, не избежать, а что до самого афериста, то теперь ему уже вряд ли кто-то поверит. Стоял с вывеской, что помогите на дорогу. Человек подъехал, сказал садись в машину. Он по пути спросил, куда ты собираешься ехать, и что у тебя случилось. Я ему сказал, что поеду в Симферополь, Валушту, то что меня обчислила девушка, клофелином накачала. Один момент тонкий. Ты соврал про девушку, правильно? Соврал, да. Собрал. Дальше. Он привез меня к Сбербанку, снял 40 тысяч. А ты в это время в машине сидел? Да. Ты понимаешь, как он тебе доверял? Понимаю. Он был счастливый же, что он помог тебе? Ты видел, человек, как искренне радовался, что помог тебе? Да. Тебе на что деньги дали? На дорогу. Сколько дали? 40 тысяч. Он сказал, поехали, я тебе, говорит, до автовокзала довезу. Я сказал, что я сам доберусь. Так. Вот. Ну, в общем, на что ты потратил деньги? На пиво. На пиво. Претензии к нам есть, кто тебя поймал? Нет? Тебя трогали руками? Ногами трогали? Нет. Не прикасались к тебе? Плохого тебе ничего не сделали? Не сделали ничего. Все. Хорошо. Чувствуешь себя виноватым? Чувствуешь как-то. Все, ладно.